Девчонки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Инна. И сегодня я решила записать видео о бюджетных продуктах, которые я могла бы вам посоветовать 100% попробовать. Стоят они недорого. И я знаю, что я приобрету их в будущем еще раз, когда они у меня закончатся. У меня уже было такое видео на канале, наверное, где-то год назад. И довольно много времени прошло, почему бы его не обновить. Назовем ее, наверное, такое «Удачные бюджетные продукты. Вторая часть». Итак, первое средство из ухода, которое вы уже видели в последних моих покупочках, я вам показывала, рассказывала о нем. Это крем массажный от Белита. Антицеллюлитный, девчонки. Он состоит на основе эфирных масел. И когда вы наносите на свои проблемные места, на живот, на бедра, на ляжки, вовсюду, да, это начинает все так сильно печь, что, в принципе, это терпимо, это не криминал. Но если у вас очень чувствительная кожа, конечно бы я вам посоветовала на небольшом участке сначала его использовать. Начинаю я чувствовать этот горячий тепловой эффект. Но он вполне терпимый. Может быть, из-за того, что у меня кожа толстая, я не знаю, но у меня не горит, не печет, нормально. Где-то, наверное, на 15-й минуте. Держать его надо 20-25 минут. Кожа становится более ровная, она более гладкая, распрямляется. И вот, на самом деле, это все обвисшее, оно подтягивается. То есть, такой лифтинг, что ли, получается кожа. Супер. Девчонки, для тела еще одно средство, которое я вам показывала в последнем видео. Я его распробовала. И безумно мне понравилось. Это молочко автозагар от Флорисана. Классно впитывается никакой пленки, никакого постороннего запаха, например, палености. Да, вот бывает, что автозагары так пахнут. Ни пятнами никакими не ставятся. Ну, супер вообще. Оттенок, девчонки, держится до недели. Поэтому тоже советую вам попробовать. Девчонки, следующая маска, которую я сначала не поняла и вам не могла ее рекомендовать. В видео покупках я показывала. Это от баньки от Гафи. Вот такая диктярная очищающая для парной. Там у них есть еще и с голубой глиной. Я понимаю одно, что я теперь обязательно пойду и еще куплю такую же одну, когда у меня это закончится. Я так лицо классно распарилась. В то же время поры сузились. Вот эти вот черные точки, то ли они осветлились, то ли они вышли. Я вообще не поняла. Но классно. Лицо такое чистенькое, светленькое. Вот это вот супер классно. Бюджетно стоит. И буду обязательно снова брать. Девчонки, средства, которые я могу порекомендовать из декоративки. Если у вас нет особо средств покупать дорогие тени для глаз, я вам посоветую присмотреться вот к этой вот палетке. Хорошие пигментированные тени. От Catrice. Вот именно это Berlin Collection. Большая упаковка, довольно такая. Не очень удобная. Конечно, с собой вы никуда не возьмете, если вам не лень пихать такую в сумку с собой тащить. Но, например, как дома держать, использовать. Почему бы нет? Плюс, к тому же, здесь еще идет такой бронзер и румяна. Могу сказать, что вот этот вот бронзер я не могу вам советовать использовать прямо как по назначению. Все же его лучше как румян, потому что он такой довольно шиммерный. Тени очень классно пигментированные. Красивые цвета. Дневной сделать, вечерний. В общем, если есть она в продаже, присмотритесь. Она стоила, тогда я ее заказывала, вообще недорого. Где-то, наверное, 230 рублей как-то так. В общем, это супер находка за такие деньги. Также, девчонки, могу вам посоветовать неплохие румяна, которые довольно хорошо пигментированы. В то же время вы можете убить двух зайцев одним выстрелом, купив эту палетку. Это от Слик. Вот такая вот тройная. Здесь идет большое зеркало. Вообще, отлично такие приглушенные, очень хорошо пигментированные в то же время. Ну да, надо с ними осторожнее, чтобы их не поставить с пятном. Также, например, вот этот вот оттенок румян использовать как контур. Уже многие из Слик его отдельно покупают. Маленько ножички используют, именно контурируют лицо. Это хорошая бюджетная пудра. Единственное, что она, конечно, джонки рассыпчатая. Ее не нанесешь самостоятельно, только поверх тонального крема. От Essence Fix & Matte. Вот такая вот белого цвета. Очень мне нравится. Я рада, что она у меня есть. Стоит вообще бюджетной копейки. Отлично ложится на тональный крем. Хорошо его закрепляет. Держит его где-то примерно у меня на лице часа 4. Это такой под настроением мой спаситель, когда я, например, не пользуюсь своей пудрой от Мак. Не хочется перегружать лицо. Нанесла это средство. И вообще отлично. Вот, классно. Очень хорошее бюджетное средство, которое мне понравилось. Последнее время вот такой вот препарат для роста ногтей. В то же время утолщает ногтевую пластину от Everline. Есть такое 8 в 1, довольно всем известное. Но я взяла вот это. Потому что то мне не подошло и не понравилось. Оно очень хорошо. От него растет ногти. В то же время ногти крепче. И для меня большой, огромный плюс, что я могу сверху на него наносить лак. Оно отлично работает, как база под лак. Люмене. База под тени. Очень нравится. Вообще, ну, почти аналог, как работает база от Urban Decay. Единственное, что та более силиконовая. Это более немножечко такая кремовая. Тоже хорошо разносится. Довольно на много хватает. Хорошо держит тени. Стоит бюджетно. И вообще, в принципе, уважаю марку Люмене. Все хорошие у них средства. Вот на самом деле. Что декоративка, что уход. Дальше. Также есть тени, девчонки. Если вы хотите, например, купить такой красивый цвет шампанского, оттенок, то я могу вам посоветовать тени рассыпчатые. Вот такие от Гош. Я, конечно, обожаю этот цвет. Посмотрите, как он смотрится. Это просто супер. Реально можно даже как хайлайтер заменить, если вы любите немножечко такой с розовинкой. Идеальный цвет шампанское. Вот он у меня на пальчике. Вот я его немножко растушевала на руке. Хватит вам этого пигмента довольно надолго. Я его даже наносила без базы под тени. Могу с уверенностью сказать, что очень хорошо держится в течение дня. Этот цвет никуда не осыпается. Вообще, так натурально красиво смотрится подсвечивает глазки. Так освежает лицо. Вообще, особенно вот если, когда не хочется заморачиваться с тенями, но хочется выглядеть отдохнувшей, чтобы буквально нанести этот цвет, тушь и бежать по делам. Единственное, девчонки, я не смогу вам сказать номер оттенка. У меня нигде он не указан. Я не помню, вроде бы я снимала эту бумажку. Что-то я не помню, снимала эти бирочки. Если есть туши, то я могу порекомендовать. Довольно распространенную везде. В принципе, можно приобрести во всех риф-гошах Гормандис. Очень нравится, какой объем придает ресничкам, эффект натуральности. И они подкручены, и они не смотрят вот так вперед. Нравится. Единственный минус у этой туши, например, если даже заплакала, или какая-то слеза потекла, или что-то там дождь, то, конечно же, она может смазаться. Если она попадет на слизистую, то она печет глаз. Тушь, если это база от Эвелайн, вот такая вот с органовым маслом. Не вижу разницы, что обычная белая классическая, что эта. Они похожи, что эту можете приобрести. Одинаковый эффект. Классный бюджетный карандаш от Catrice. Каял. На внутреннюю линию можно использовать вот такой цвет. Красивый морской, такой темно-синий. Вообще отлично подчеркивает карие глаза. Он очень мягкий, не царапает глаз. Очень красиво смотрится. Особенно летом на загорелой коже. Я его всегда использую. У меня даже есть с ним макияж. Я делала. Далее. Блеск для губ от NYX. Это просто мой фаворит. Я оттенок, девчонки, 34-й. Реал Ньют. На губах видео меня всегда спрашивают. Инна, что у тебя на губах такое красивое? Я его берегу. Я его стараюсь очень часто не использовать. Потому что, ну, и мне очень будет жаль, если он закончится. Но обязательно постараюсь сделать заказ. Санглаз из излечных сайтов. Потому что здесь в России покупать, конечно, дорого. Так не хочется. Плеск ложится таким красивым слоем. В то же время очень хорошо пигментирован. Цвет передается как в тюбе. Последние, девчонки, что хочу вам порекомендовать. Это три бюджетные классные помады. Не знаю, если вы возьмете их в других оттенках. Не могу рекомендовать, что они будут так же классно смотреться. Но, например, вот единственный нюанс. Вот из этой серии NYX Label Lipstick. Даже если вы возьмете другие цвета. У меня также были. Они все классные. У меня это оттенок номер 170. Я им не пользуюсь часто, девчонки. Просто хотела вам показать за счет того, что очень красивый пигмент передает. Она мягкая. Она в складочках не скапливается. Ложится прям губы как-то выравнивает. Ну, отличная помада от Catrice. Именно из серии Ultimate Color. И хочу вас заметить именно в оттенке 0,20 марун. Потому что именно этот цвет. У меня есть еще другие три помады из этой же серии. Я могу сказать, что они наносятся проплешинами некоторые. Ну, и вообще не так ложатся. И подчеркиваю, это вообще шелушение, в принципе, которых у меня особо и нет. Они откуда-то вот прям все комочками находят. Очень мягко, нежно ложится на губы. Вообще просто идеально. Губы такие вот, ну, прям классные. Прям мягкие. Она не чувствуется на губах, вот пока вы ее не съедите. Конечно, стойкость у нее не идеальная, не долгая. Но, в принципе, я особо сильно таких устойчивых помад никогда и не видела. И бюджетный нюд, который я могла вам советовать бы 100%, если еще где-то они есть в продаже. Это от Essence. Наверное, уже многие слышали. Но там есть два тенка. Есть 52-й, а у меня вот 50-й. Это крем-то нюд. Вообще классно смотрится на губах. Тоже, когда у меня видео она была, мне спрашивали, что такое. Мне очень нравятся вот такие, девчонки, кремовые текстуры. И которые ложатся, ну, прям идеально. Я не знаю, сколько они уступают дорогим помадам. На губах не чувствуется, пахнет конфетками. Вот такие, девчонки, бюджетные продукты я вам советую. Если у вас есть какие-то отзывы на эти средства, может быть, другие отрицательные, обязательно все послушаю внизу в комментариях, почитаем, пообсуждаем. Пишите, пишите свои какие-то бюджетные фавориты. Может быть, недавние находки буду очень ждать. Делитесь. И всем пока!